Изучать иностранные языки, петь, танцевать, программировать и создавать роботов, освоить скорочтение, подготовиться к школе под контролем опытных специалистов. Возможностей для дополнительного образования, развития и досуга детей в Сарое много. К услугам родителей не только муниципальные учреждения. Из года в год в городе растет число предпринимателей, занятых в этой сфере. О своей работе они рассказали горожанам на выставке дополнительного образования в парке имени Зернова. У нас больше 15 участников. И цель, конечно же, этого мероприятия, чтобы у нас горожане познакомились с нашими предпринимателями. Наши социальные предприниматели огромные, молодцы. Они развиваются, стараются внести постоянно новые услуги, следят за своими клиентами, откликаются на их отзывы и пожелания и постоянно вводят что-то новое, что-то интересное. У гостей праздника была возможность пообщаться со специалистами семейных центров, учителями, логопедами и психологами, получить скидочные купоны, диагностировать степень готовности ребенка к школе и поиграть в подвижные и развивающие игры. Вообще очень здорово, что у нас вот так организовали, потому что это отличная возможность друг с другом познакомиться, перенять друг у друга какие-то успешные практики и вообще стать лучше, потому что когда сам варишься в своем соку, не всегда понимаешь, хорошо ли ты делаешь, что ты делаешь. Возможности для дополнительного образования и развития в нашем городе есть не только у здоровых детей. Несколько лет назад в городе появилась студия, специалисты которой в своей работе ориентируются на ребят с аутизмом, ДЦП, задержкой психического развития и так далее. Часто к ним приводят и здоровые детей, которые имеют небольшие логопедические нарушения или отстают по некоторым школьным предметам. Выставка в парке дала возможность родителям поближе познакомиться с деятельностью центра. Мы переживали, боялись, думали, может быть не стоит, но прям не пожалели. Родители все очень заинтересованные, детки довольны. ЦПП прям огромное спасибо. Надеюсь, что в следующем году тоже будет организовываться такое мероприятие, и мы будем обязательно участвовать. Сферу высоких технологий на выставке представлял в том числе детский технопарк «Кванториум». Для ребят организовали мастер-классы. Можно было попробовать VR-очки, запустить дронов, собрать карты на скорость. Самое главное, что родители прямо сейчас могут записать своих детей здесь, в парке. Напоминаю, что детский технопарк «Кванториум Саровс» обучение абсолютно бесплатное для детей с 10 лет. Также для гостей праздника организовали модный показ детской одежды, мастер-классы от фитнес-тренера и концерты юных вокалистов. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.